Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию Тёмный Путь, и сейчас мы уже отправляемся на радар. Вот с этим вот Тёмой. Ну что, погнали? О, так мы тут прямо так вот идём, своим ходом. Я думал, нас сейчас сразу перебросит. Ну ладно, ладно, получается мы своим ходом бежим к переходу на радар. Ну хорошо. Что ж, мы возле перехода на радар. Похоже, разговаривать тут ни с кем не надо. Просто переходим. Так, спокойно. Спокойно. Мы на радаре. Отстреливаем здесь ребят. Хорошо, почему... Радар нас встречает вылетами. Но почему у нас две отметки на миникарте? Тут что? И почему мы сейчас умерли от пси-излучения? Пси-защита, не настроенный пси-шлем. Что не так? Может надо в это... Может надо в костюме другом ходить или что? А может просто в этом месте какая-то особая... Особо сильная пси-зона? Нет, всё равно. Даже если мы убежим... Выбежим из того дерева, то нас всё равно убивает. Короче, это какой-то полный трындец. Всё дело в том, что нам нужно этот пси-шлем надеть на голову. Но для того, чтобы пси-шлем надеть на голову, нам необходим костюм, в котором отсутствует встроенный шлем. Поэтому, блин, мне сейчас пришлось вернуться в бар. Точнее, даже на кордон. Короче, единственное, на что мне хватило денег, это бронекостюм Берил. Вообще, мы Берилы находили в деревне. Я даже туда пробовал ходить, но, к сожалению, там... Я их тогда выбрасывал на землю, и сейчас они пропали. Там был и лечебный, и простой. Но пришлось мне купить за свои деньги. Хватило только на Берил, плюс я его ещё немного прокачал. Ну и это, конечно, вообще глупо. Я думаю, что в будущем разработчик это исправит. По сути, нам нужно надевать пси-шлем на голову. Он даёт пси-защиту плюс 25. Но вот этот костюм даёт пси-защиту 60. И тот зелёный, который у нас был, была пси-защита 57. Здесь сейчас у нас пси-защита 25, и мы вроде как, типа, проходим. Это просто квестовый предмет. И за счёт этого, за счёт того, что он у нас висит на голове, у нас здесь не включился таймер, нет желтизны, и как бы он защищает от пси-излучения. Хотя, на самом деле, у него пси-защита меньше, чем у этих вот костюмов, которые у нас были до этого. Короче, пока это бета. Чему тут удивляться? А кто вот это такие? Ой-ой-ой, глаза прилетели. Это эти... Возможно, фантазмы. Возможно, и нет. Возможно, и да. Ну ладно, короче, сейчас будем играть так. Кто это такие? Непонятно. Ну, вроде как, никаких записей в ПДА не занеслось. Ладно. Так, и тут у нас два квестовых персонажа. Вот какой-то ещё мужик. Я не знаю, откуда он тут вообще взялся. Поговорить сейчас с ним нельзя, но нам нужно следовать за Тёмочем, судя по всему. Да, но может, если он успокоится, всё-таки... Похоже, не успокоится. Непонятно, кто это такой. Может, друг Артёма. Может быть, он что-то говорил про него. Но я забыл. Ну ладно. У этих мужиков, в принципе, тоже можно взять немного патронов тут. Ну и всё, топаем дальше. Так, топаем дальше. А куда дальше? Они пока что стоят тупят. Но мы тогда тоже будем стоять и тупить. А дальше нам, по сути, вот сюда, по идее. Скорее всего. Здесь мы, я не знаю, пройдём, не пройдём. Скорее всего, нужно вот так вот будет это всё дело оббегать. Да? Ну, возможно. Итак. Мы сейчас без записи проделали уже вот такой вот путь. Тёмыть даже дальше уже зашёл. Я не стал всё это снимать, потому что это долго. Муторно. Но включил запись вот в этом месте. Тут, похоже, наши напарники подстрелили вот этих вот фантазмов. Эти глаза. И они по какой-то причине не вздоровались. Не знаю почему. Но их теперь можно обыскать. Но гораздо интереснее их просто попинать. Да. Вот ещё один лежит. Но тоже у него ничего нет. Ладно. Топаем дальше. Кстати, второй напарник. Он здесь на этой карте не отображается. Только на мини-карте. Как ключевой персонаж. Отмечен. Возможно, он тоже уже забежал вперёд. Ну ладно. Сейчас буду догонять. И, кстати говоря, я удивился. В принципе, бронекостюм берил. Тут, получается, у нас разрывоустойчивость 50. Броня 40. И, в принципе, довольно неплохо. Довольно неплохо. То есть, попадали в меня монолитовцы. И нормально. Он держит удар. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мужики. Ой-ой-ой, сколько вас тут. Ничего. Сейчас разберёмся. Сейчас. Только дайте пару минут. Ага. Красиво стоите. Сейчас, секунду. Ещё разок сохранимся. Красавцы просто. Идёте красиво. Шикарно просто идёте. Вот так бы всегда. Сейчас ещё одна перезарядочка. Ну вот, немного уже разошлись. Но всё равно. Стоят нормально. Так, 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 так. Вот этих уже будет убрать потяжелее. Ладно. Неплохо. Сейчас повесим ещё сюда патроны. Так, а вы тут чё? Не можете решить вопрос? Враг! Осторожно, чужой! Ладно, бывает. Так, сейчас ещё этих. Добьём. Ну. Блин, как же прицел мотает. И... Последний. Почти последний. Да, вон он стоит, блин. Спрятался. Ну! Так, ещё вышли. Так, так, так. Давай, давай, давай. Можно, конечно, было к ним подойти. Но всё-таки лучше, наверное, с раздистанцией. По ним стрелять. Так, ещё вышли. Ладно. Наши уже побежали. Так что, в принципе... Сейчас они там зададут им жару. Или нет? Похоже, что не так всё просто, да? Ага. А нам они жару могут задать. Такс. В принципе, можно их обыскать. Собрать немного патронов. Каких-нибудь. Может, аптечек. Может, ещё чего. Итак. В общем, обыскал я там этих ребят. Собрал немного патронов. Кстати говоря, патроны уже потиху заканчиваются. А нам ещё в Припять топать. Да. Ну и вот смотрю, что эти два товарища остановились. Во-первых, я хотел бы посмотреть... Ага. Это мы? Здорово. И что тут? Антенны? Так, мужики. Во-первых, я хотел посмотреть, кто вот это такой. Потап. А чё ты с нами пошёл? Может быть, Артём и говорил в прошлой серии что-то про него, но я забыл. Ну, по-моему, нет. Ну, ладно. Так, мы это сделали. Чёрт. Неплохо мы их потрепали. Отличная работа. Теперь фанатики. Нас вряд ли потревожат. Их попросту не осталось. Как думаешь, что кроме них здесь водится? Когда я в первый раз подался в зону, в баре рассказывали, что кроме монолита здесь бродят в основном псевдособаки, пси-собаки и слепые псы. Да не только. Яйцеголовые с янтаря говорят про существа, испускающие пси-волны. Сейчас они бродят где-то в округе. Их вроде как наблюдателями называют. Информации про них немного, поэтому после предположительного отключения выжигателя сюда снарядили экспедицию. Догадываешься, чем всё закончилось? Трупы лежат в подземных помещениях, где-то очень рядом, но не в лаборатории. Попробуй найти какую-нибудь информацию про этих мутантов в их КПК. А мы пока подумаем, как добраться до генераторов, не через ЧАЭС. Потому что там военных что-то развелось. Вроде как арк устроят над станцией. Ну ладно, поищу. Так, найти трупы экспедиции и проверить КПК. А ещё нам нужно восстановить пси-здоровье. Ещё по-хорошему водки где-нибудь раздобыть. Так, у нас вообще на карте уже, я смотрю, труп отмечен один. Да, но он, судя по всему, где-то внизу. Ага. А как нам до тебя добраться? Где-то нужно какой-то искать вход, спуск вниз. Так, интересно. Вот, тут, в принципе, рядом с этими антеннами находится дверька. Опять вот этот непонятный товарищ тут валяется. Странный. Ну ладно. Ну и здесь вот такие вот подземелья. Ну и сейчас где-то тут мы должны, по идее, будем... Туда ещё проход есть. Должны будем отыскать этот самый труп. Судя по всему, он где-то здесь, да? Да, вон что-то лежит. Так, давай-давай, пролазь. Ну и что тут у тебя есть? КПК-эколога. Хорошо. И ещё вон приёмник. Можно тоже взять, а зачем он? Непонятно. Так, хорошо. Значит, КПК-эколога. Ну давайте посмотрим. Найденный КПК. Еле как ноги успел унести. Чёрт, как же болит живот. Эта тварь чуть не убила Дмитрия Петровича. А ведь у него была вся инфа об этом уроде. Я примерно знаю, где он сейчас. Оставил у себя в КПК метку. Наблюдатели обитают на севере радара. Как же спать хочется. Так. Дмитрий Петрович у нас появился здесь. Ладно, хорошо. Хорошо. Кстати говоря, вот эти вот глаза, может быть, это они были наблюдатели? Или это были всё-таки фантазмы? Непонятно. И ещё, пока я не забыл, давайте... У нас тут два очка неиспользованных имеется. Можно прокачать ещё меткость. И, возможно, ещё меткость. Хорошо. Так, ну и теперь... Отсюда выбираемся. Возможно, нужно поговорить с Тёмычем. Но если нет, то... Сразу пойдём к этому Дмитрию Петровичу. Ага, не тут-то было. Тут опять эти каракатицы бегут. Не знаю, как их ещё по-другому назвать. Ещё один такой же. Так, мужики, ну что, у вас диалоги есть? Похоже, что нет, да? Ладно, пойдём к Дмитрию Петровичу тогда. Так, ну что, вроде как мы подходим вот к этому месту. Здесь ещё аномальная зона находится. И вот какая-то такая вот... Вонную или это плазменную природу. И обратно к ним, по идее, к нашим товарищам-напарникам. Так, мужики, ну что, вроде там я кое-чего нашёл. Вот КПК. Судя по всему, наблюдатели находятся у входа к ЧС. Придётся запастись амуницией. Ты не волнуйся. Мы знаем, как подобраться к генераторам. Нам будет нужен БТР. БТР? Есть на подходе к ЧС парочка. Нужен бензин, приёмник, транзисторы, проволока и ещё ящик с инструментами. Проволоку я уже здесь нашёл. Думаю, остальное тоже где-то на базе есть. Надо же чем-то БТР обслуживать. Ты же автомехаником заделывался. Вот тут твои навыки пригодятся. Как починишь, сообщи. Так, ну приёмник мы нашли. Ещё транзисторы, проволока, вон, нашёл ящик с инструментами и бензин. Если ты так уверен, что у нас получится, тогда я почапал. Починить БТР и дождаться остальных. Интересно. Приёмник нашли уже. Бензин. Это всё можно найти на базе. В поездах, в дамаг, ещё где. Затем необходимо починить БТР и пригнать его на базу. Так а где сам БТР-то? Зато я пока не понял. На подходе к ЧС парочка. Так это что, нам нужно будет самим, что ли, пробираться через Припять? Что-то они тут придумали, конечно, весёлое нам занятие. А они будут стоять здесь, да? Ну и понятно, как два остолопа. Так, ну вот сейчас тут в одном из вагонов нашёл инструменты. 2,75 килограмма. Ладно, нормально. Вот здесь вот. Потом, вот в этих вагонах, которые тут возле антенн стоят, судя по всему, лежат транзисторы. Да. И остался нам бензин. А бензин есть уже вот здесь вот, возле выхода с этого комплекса. Вот он. Так, 10 килограмм. Ну, ходить мы пока можем. Ну и хорошо. Ну и что, это получается теперь нам... Да, блин, чтоб тебя. Теперь нам в Припять отправляться? Похоже, что в Припять нам отправляться не нужно, потому что вот здесь вот на подходе к переходу в Припять... А, стоп, это к ЧС. Серьёзно? Так это... Всё правильно, на подходе к ЧС он так и говорил. А в Припять переход здесь? А-а-а, вот как тут всё устроено. Ну, ладно. Интересно. Ну, тогда получается, да, на подходе к ЧС здесь вот... А это куда переход? Х-10 или что? Да, Х-10 тут находится теперь. Понятно, понятно, понятно. Ну, короче, вот, на подходе к ЧС, как он и говорил, по сути, вот стоит. БТР. Бегите сюда, всё работает. И мы в него садимся. Судя по всему, чиним, и нас сразу же переносит, похоже, в Припять, да? Да, мы в Припяти. Здесь начинается катсцена. Кто-то с кем-то воюет. Скорее всего, монолитовцы против кого-то. Ну, а вот и мы. Оказались с этой стороны Припяти, здесь вот возле детского сада. Да? Ну, похоже на то. Так, стоп. Давай садись в БТР. Мы тебя уже заждались. Ага, понял. Так, хорошо. Заводимся. Ну и что, отправляемся? А куда мы отправляемся? Что, по квестам? Ничего себе, вот тут монстров поналезло. Так, значит... Ага, можно стрелять, только... Единственное что... Единственное что, я включу прицел, потому что... Потому что... Без прицела... Так, мужик, а ты чё? Во-первых, мы почему-то так не попадаем. Ну ладно, вот по этим попадём точно. А во-вторых, такое ощущение, что нас просто они не видят, когда мы в БТРе сидим. Да, интересно. Ну ладно, здесь у нас пока что военные. Так, короче, сейчас аккуратно, спокойно. Вот здесь, я думаю, мы должны проехать. По идее. Давай только не глохни. Тут, кстати, вылеты происходят довольно часто. В Припяти. У меня уже случилось штуки три. Хотя на записи я показал только один. Так, аккуратно. Спокойно. Ё-моё, тут уже трупов столько. Это монолитовцы, что ли, с ними разобрались? Но возможно. Ладно, проезжаем по этим трупам. И двигаем дальше. Ё-моё, псевдогигант полез куда. Неплохо. Неплохо. Вообще неплохо. Так, 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 здесь разворачиваемся. Точнее, поворачиваем. Ладно, этого уже все не завалим. Ой-ой-ой. Не, все, иди нафиг. Иди нафиг. Все, я сваливаю. Я сваливаю. Нам главное доехать. Вот где-то там вроде как точка находится. Блин, правда здесь это разлом. Здесь у нас разлом. Я сразу его не заметил. Тогда сейчас постараемся объехать. Вот тут вот. Немного радиации. Так, вот тут вот аккуратно. Итак, случился вылет. А потом еще, наверное, штук 10. Без записи. Короче, здесь в Припяти какой-то трендец. Вон там стоит еще один БТР. Надеюсь, мы успеем проехать. Можно, конечно, попытаться его взорвать. Но у меня это ни разу пока не получилось. Поэтому проезжаем. Главное нигде не застрять. И нам вроде как вот сюда. Оп. Резкий поворот. Сохранение на всякий случай. Но здесь если... Ага. А тут уже тяжело проехать. Я до сюда еще не добирался, блин. Вот тут вот если... Вылетит. И загружает сохранение. То они, по-моему, уже не загружаются. И приходится переигрывать... С более ранней сохранки. Так. Спокойно проезжаем. Главное, чтобы ничего не вылетело. Мы уже почти добрались до перехода. И... Так. Это еще не все? Ага. Это еще не все. Да, конечно же. Переход начался на нас там. Я думал, что его перенесли сюда. Но нет. Нам еще нужно немного проехать. Ладно. Здоровья осталось у БТРа... Не так много. Но я... Надеюсь, мы все-таки... Доедем. Как-то аккуратно. Спокойно и аккуратно. Мы доедем. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного. Ну. Так-так-так-так-так-так. Поворачиваем. И... Да. И мы на ЧАЭС. Тут какая-то кат-сцена. Ага. Мы... Сидим... В руле пассажира. Да, походу наш БТР все-таки взорвали. Ладно. Так, мужик, ты как? Артем, черт! Я дам аптечку! Погоди секунду. Нет, беги сам. Прости, мы не добрались до Клондайка. Найди отца. Я верю в тебя. Прости. Артем! Эх ты! Ладно, КПК возьмем. Это возьмем. Это возьмем. Разрядим. Выбросим. Так, вот этот костюм, по идее, нам не нужен. Потому что толку от него. Так что, наверное, можно его выбрасывать, как я понимаю. Но фиг его знает. Может, еще в будущем нам что-то и пригодится. В нем. Блин, не знаю. Не знаю. Так, добраться до генераторов. Ага, хорошо. Так, кстати, я не заметил, что здесь и второй труп. Вот этого Потапа. Можно его тоже, кстати говоря, обыскать. Может, что-то найдем. Интересное. Но нет, у него ничего нет. Но вылеты, судя по всему, тут продолжаются. Ладно, короче, давайте выкинем этот костюм. Чтобы можно было нормально, относительно нормально бегать. По крайней мере, немного быстрее. И я, наверное, сразу же просто рву когти к переходу на генераторы. Конечно, по пути, наверное, придется немного пострелять. Так, это вроде обычные сталкеры, да? Ладно, поворачиваем сразу же. Да, короче, тут надо сохраняться каждые пять секунд, потому что в любой момент может произойти вылет. Ну и я просто на всей скорости рву когти к переходу. Потому что зазироваться нам здесь не стоит. Вылетов до хрена. Поэтому как можно быстрее. Конечно, да. Надо себе и путь расчищать попутно. Так. Все, давай, отдыхай. Питезарядка. Аккуратно. Все, погнали дальше. И сохраняемся каждые пять секунд. Я прям держу кнопку на сохранение игры, потому что... Не знаешь, когда тут случится очередной вылет. Но мы, на удивление, добежали прям до ворот. И без вылетов. Ё-моё. Ворота заблокированы? В смысле? Ну, пройти можно? Не знаю. Что здесь не так? Ладно. Может быть, мы это БТРом их разнесли, хотя... Мы же там появились. Но в КЦении было видно, что вроде какие-то ворота там падают. Непонятно. Артефактов, понятное дело, нет. Но они мне сейчас и не нужны, потому что уже конец игры. Близок. Так что просто бежим. На энергетиках. Топаем в сторону перехода. Так, а тут у нас что такое? Целая куча трупов. Еще плюс один. Опа. Драт у тебя как это? Как это так? Ну ладно, хорошо. А пробежать можно? Похоже, что нет. Так, а сколько у нас там вообще гранат? Ну, не так, чтобы много. Ладно, допустим. Допустим. Так, ну-ка. Сейчас, если встать вот так вот. Ну? Сколько тебе надо? Обычно ей надо до хрена. Ну? Да, дела. Что-то мне это не нравится. Так, осталась последняя граната. Если не взорвется, то как бы... Так, нам нужен другой проход. Нам нужен другой проход, потому что это дело мы сейчас, судя по всему, не взорвем, да? Так, короче, похоже, что тут мы не пройдем. Поэтому сейчас можно попробовать оббежать этот БТР. Вот здесь вот есть прорыв в заборе. И попробовать рвануть сюда, а потом как-то там успеть подняться на горку. Возможно, так получится. Если нет, то придется обходить по большому кругу. Прямо идти вот сюда вот. И потом вот так вот это дело обходить, потому что этот БТР мы никак не взорвем. Я вообще там вот в одном трупе еще нашел одну гранату. Но даже если четыре гранаты хватит, то проблема в том, что прямо здесь вот возле перехода на генераторы стоит еще один БТР. И этот БТР мы уже никак не обойдем. Поэтому его нужно будет подорвать. Так что нужны еще гранаты. Сейчас здесь вот выкосим зомби. Возможно... А что это вы? Не выкашивайтесь, мужики. Капец. Возможно, у них тоже будут какие-нибудь гранаты. Хотелось бы верить, что они у них будут. Потому что нам сейчас гранаты очень нужны. Ну, братва. Чего не подыхаем? Вроде меткость прокачивал. Но все равно прицел сейчас вводит. Но что-то незаметно, что как-то меньше. Вводит так же сильно, как и раньше. Так, еще целая куча собак. Ладно, давайте на них уже потратим дробь. Или даже вот у меня тут есть шрапнель. Ладно, стоит сейчас дробь, так что пускай будет дробь. Или вы тут застряли и меня трогать не будете? А? Если не будете, было бы здорово. Или вы разворачиваетесь? Ну ладно, я просто... На всякий пожарный, чтобы как бы... Вы тут вдруг не опомнились. И сейчас посмотрим, есть ли у этих ребят. Да, одна граната есть, уже хорошо. Тут, конечно, долго задерживаться не стоит, потому что давит... На мозги вот эти фантомы давят. У нас уже... Зеленый значок. Так, еще одну гранату нашли. Хорошо, я надеюсь, хватит. Все, быстрее уходим. Быстрее уходим, потому что на мозги давят... Эти псевдо или кто? Непонятно. Ну и сейчас попробуем пробежать здесь вот. Так, я там набрал всякой дряни. Это все надо выкинуть. Энергетик. И сейчас попробуем пробежать здесь, мимо этого БТР. Если не получится, то придется идти по большому кругу. Ну а что еще делать? Вот такие тут приключения. Так. Так, 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 спокойно. Держимся как можно правее. Ну нет, он по нам все равно стреляет и... Или не достреливает. Блин, ну здесь аномалии. Да вы что, серьезно что ли? Или если по самому краю пройти, то в них не попадешь? Спокойно. Что-то получается, что-то выходит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, сохраняйся. Фух, мы вроде пробежали. На удивление мы пробежали. Ё-моё. Вот это да. Так, спокойно. Еще сюда патроны. Кто-то там где-то впереди зашкерился в траве. Ты где? Ты где? Или он ранен? Так, здорово. У тебя есть... Нет, у тебя... А, нет, есть граната. Отлично. Это я возьму. Так, ну я надеюсь, такого количества гранат для последнего финального БТРа нам хватит. А здесь, кстати говоря, что за переход в саркофаг? Скорее всего, да. В подземелье АЭС. Но это саркофаг, по идее. Да, конечно, тут здорово. Объединили ЧС-1 с ЧС-2. Пробегаем еще мимо трупы. Почему бы вас не осмотреть? Вот хотя бы патроны. А у тебя что-нибудь будет? Так, мужик, тоже патроны. Но гранат нет. Ладно. Движемся дальше. Впереди... Судя по всему, сталкер. И еще трупы. Еще трупы, у которых могут быть гранаты. Ну, непонятно, кто там ходит. Вроде в контактах появился, на карте не видно. Может и враг. А может и просто он далеко. Не знаю. Ну, ладно, сейчас всех осматриваем. Ищем гранаты. Гранаты нам нужны. Ну, что-то я смотрю, ни у кого ничего не попадается. Но у тебя... Может, у военного будет? Нет, тоже нет. Ладно. Итак. В общем, я все ближе и ближе к переходу на генераторы. Уже осталось, по сути, ничего. Вот в этом месте была целая куча трупов. Но, к сожалению, ни у кого гранат никаких не было. Ну и здесь осталось совсем немного. Однако, впереди у нас еще военные. И под конец БТР. Поэтому сейчас как-то будем с этим делом всем разбираться. Я переключился на одиночный режим стрельбы. Потому что патроны потихо уже заканчиваются. Так что будем стрелять одиночными. Экономить. Блин, патроны. Шесть человек. Вы что, охренели там? Еще в этой к траве... К траве, да. Ничего не видно. Я бы им туда гранату зашпульнул. Но гранаты надо беречь. Е-мое. Ну куда тут деваться от вас? Давайте сюда перебежим. Может, тут переждем. Сейчас надо подлечиться. Блин. Ну и как тут с вами справляться? Ну и где вы? Заросли просто страшные. Тихо. Где вы? Как их тут высмотреть? Ага. Одного вижу. Так-так-так-так-так. Спокойно. Ну сейчас как-то вот так вот будем с ними и разбираться. Ага, еще вот этот в юбке гуляет. В этом смешном костюме. Или не в юбке? Не. Это вроде обычный скат. Тут просто же есть такие скаты, которые совмещены с плащом. И выглядят как будто в юбке. Так, тихо. Хорошо. И остался последний. Ну, не совсем. Ладно. Так, тут вообще неплохая точка. Можно посидеть, подождать, пока они к нам придут. Подлечиться. Итак, здоровье вроде как восстановил. Ой. Так что можно продолжить разбираться с этими военными. Ага, где-то еще там кто-то. Ну блин, ты в кустах засел. Это не честно. Блин, мужик. Ладно, сейчас вот к этому дереву. И уже отсюда. Где ты? Это ты? Это был он. Отлично. Так, ну и конечно же нужно всех осмотреть. В поисках гранат. Может мы что-то здесь у кого-нибудь найдем. Да, вот слышно уже было, как там стреляет БТР. Блин, что-то трупов тут дофига, но гранаты ни у кого не попадаются. А нет, вот, только сказал. Уже одну нашел. Но все равно, очень редкое явление гранаты здесь. Так, 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 так. Там уже БТР, возможно, по нам даже пытается попасть. Так что лучше не задерживаться. Про свободу информация. Ага, и там у нас впереди еще военные. Ладно. Одиночка. Тоже тут полег. И наемники. В деревне тайник. Гранату не пропускаем. Так, ребята, а вы там ранены? Ну, непонятно. Ладно, хорошо. Один есть. А второй где? А, как ты, интересно, пытаешься по мне попасть. Блин, мужик. Что-то ты такое интересное придумал. Ну-ка. Ну-ка, давай, выползай. Все хорошо. Так, в теории нам гранат должно уже хватить. Ну, я уже с запасом беру. Но я думаю, десяти должно точно хватить на БТР. Так что, можно, в принципе, уже отправляться прямиком к нему. В общем, он стоит где-то там, поэтому мы зайдем с этой стороны. Ну, можно еще... Давайте осмотрим, раз уже начали тоже вот эти трупы. Может быть, у них что-то попадется. Хотя бы вот немного патронов. Можно взять. Бинты тут. Хотя бинтов тоже уже дофига. Ну, вот эти патроны. А где твой ствол? Хотя бы один ствол взять и разрядить. Можно не один. Я тут нас убирал чуть больше. Но в остальных стволах ничего, к сожалению, нет. Так. Кто у нас тут тоже? Тоже это возьмем. Патроны. Стволы. Все это пригодится, потому что нам еще проходить генераторы. Неизвестно, что будет там. Так что для ЛР-ки патроны нужны. А их у нас уже не так много. Конечно, еще целая куча картечи и дроби всякой. Но это дело другое. Если будут противники, вот по СИПу, военных, монолита или наемников, или еще кого-то, нужно будет, конечно, с ними разбираться с небольшого расстояния хотя бы. Потому что вплотную к ним не подойдешь. Так-с. Ну все. Пожалуй, топаем дальше. Топаем дальше. Сразу можно подготовить. Давайте вот так вот сделаем. Подготовим здесь гранаты. Пока что 4 Ф-ки. А там посмотрим, как пойдет. Ну и сейчас вот с этого угла, я думаю, будем мы разносить БТР. Хотя, возможно, не докинем. А может и докинем? Ну-ка. Не, докинем нормально. Ой. Так, лови раз. Чуть ближе можно. Лови два. Это вообще отлетело. Вот так хорошо. Вот это было самое то. Еще разок. Блин, что-то, по-моему, он даже не начал дымиться. Что-то мне это не нравится. Ладно, еще. 4 Ф-ки. Ну-ка. Держи раз. Ну. Блин. Так, уже дымится. Уже хорошо. Это плохо? Блин, капец. Ты что? Осталось только две. Как так-то? Раз. И последнее. Да, е-мой. Немного не хватило. Короче, я решил отгрузиться. Все те же 10 гранат. Может быть, я первый раз кидал как-то не так. Там что-то, может быть, не залетело. Вот. Отлично. И у нас еще две гранаты осталось. Хорошо. Ну все. Теперь можно отправляться уже. Сейчас еще поставим сюда патроны. Это вот сюда. Можно отправляться на генераторы. Вот он, переход. Что ж. Мы на генераторах. И тут нас встречает какой-то товарищ интересный. Ну, пожалуй, кто это такой. Мы уже давайте с ним поговорим в следующей серии. А здесь что, снег? Ничего себе. Ладно. Продолжим уже в следующей части. На этом пока все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok